Добрый день! 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 Да, они находятся на государственном обеспечении, государство их обеспечивает всем необходимым, но человеческое тепло, доброта и отношения, я считаю, это самое главное. До проведения доброчинного марафона «Наши дети» долучились и политические партии. Сегодня Дед Мороз и Снягурка завитали до пациентов кардио-реоматологического отделения Гомельска областной детячей клинической больницы. Организовали свято представники коммунистичной партии Беларуси. Пришли они с подарунками и не одны. Новогоднее представление с усими святочными атрибутами подрихтовали волонтеры медколледжа. Долучились до акций так само активисты пионерской организации. Яны дарятшие активные удельники акции «Наши дети». Мало того, что мы собираем подарки, но вместе с тем мы, конечно, активно их дарим тем детям, которые сегодня находятся в той или иной трудной жизненной ситуации. Вот сегодня, например, детям придется, к сожалению, Новый год встретить с Сенег в больнице. И, конечно же, наша обязанность и обязанность каждого пионера-тимуровца донести праздник Нового года и это новогоднее настроение для каждого юного жителя нашей области и нашей страны. Доброчинная акция «Наши дети» протягнется до 8-го студеня. Без уваги не застанется ни одно дитя, якое мае потребу у теплыни и клопоте дорослых. До инших тем. На Гомельщине затвердженный региональный комплекс мероприемства по реализации державной программы «Комфортное жилье» и «Сприяльное осяродье». Термин деяния этого документа различен наперед до 2020 года. Региональный комплекс мероприемства включает 7 подпрограмм, которые отыщатся в сих сфер деяностей Галины. От питания у обслуговывания жильевого фонду и утягнение у оборот другасных ресурсов до бытового обслуговывания насельництва и будовництва станции на мясовых видах палева. Финансование регионального комплекса мероприемства будет отбываться як за кошт бюджетных сродков, так и уластных ресурсов предприемства у жильево-коммунальной господарки. Обрача того не выключается притягнение до реализации некоторых программ сродка у Сосветного банка, а так само банка реконструкции и развития. Разом с тем удержавным объединением жильево-коммунальной господарки Гомельской области звертают увагу на тот факт, что реализация документа не приведет до росту цен на послуги жильево-коммунальной господарки. Дороже не может быть, если количество услуг и объем услуг предоставляется, то, соответственно, как и промышленные предприятия растет объем производства, соответственно, себестоимость падает. Поэтому одно с другим не связано, а, в общем-то, больше на количественные показатели самая главная тема – это снижение затрат жильево-коммунального хозяйства. Выники летней оздоровленшей кампании подведены на посядженне комиссии по справах неполнолетних Гомельского облаканкама. Так само сирот разледженных пытаннеў – организация занятості падлеткаў ў першым паўгодзі 2017 года. Летняя кампания 2016 года – показальныя па некалькіх параметрах. Яна характерызуецца знижэнням колькасті правопрушэння ў сирот неполнолетніх і гибелі школьнікаў адзнешніх прычын. Гэта ў першыў чаргу звязана з работай па организациў занятості. Увесь летні піры да ў школах дзе нічали лагеры, дзе навучэнцы маглі не толькі карысны адпачыць, але і зарабіць. А маль кожны, хто хатіў працаў латкавацца, отрымал такуў макчымаць. Падобнуў дапамогу аказываў і Беларускі Республіканскі Саюз Молоді, ажыдаючыя працевалі ў складзі сельско-господарчых, будавнічых, сервісных і інших отрадах. Разам стыма, крамя становчых, на пасаджэння значаны і негативныя моманты. Выявляліся факты порушэння правоў школьнікаў і правілаў аховы працы, а так само несвочасовай выплаты заработной платы. Вот эти недостатки, они ў нас не носят системный характер, они зависят от каждого исполнителя. Проблемы есть, и есть над чим работать, и мы подводим итог летней кампании, для того, чтобы в следующем году те проблемы, которые были выявлены в этом году, чтобы, естественно, их было меньше. Но хочу сказать, что, действительно, вот эта летняя кампания, мы каждый год подводим итоги, она была лучше организована, чем предыдущая. Прасти тест на новогоднію тематыку пропануюць вратавальнікі. Тест можно знайсці у обновленной версії мабільной программы «Дапамога Побач» у разделі «Провер сябе». Корыстальнікам пропануюцца адказаць на 20 пытання. Усерод их, як збірахчы ёлку ад пажару, як корыстацца пиротэхнікой, паводзець сябе на лёде і пазбігнуць обмаражэнняў. Таким сучасным способом вратавальнікі нагадуюць, як зробить Новый год безпечным. Приложение также показывает возможные чрезвычайные ситуации, штормовые предупреждения, которые сегодня на территории области могут складываться в то-либо иное время суток. Соответственно, гражданин, открыв и посмотрев, може для себя сегодня отметить, что сегодня, 28 числа, будет гололёд по Гомельской области. Соответственно, автомобилист должен соблюдать дистанцию, меньше переломов, чтоб было одеть соответствующую обувь. И даны сразу рекомендации МЩС, как себя вести. Программу можно бесплатно усталевать на любую версию Андроид. Усяго в Беларусі мобильную программу «Дапамога Побач» спамповали больше як 10 тысяч человек. У новогоднюю ночь у Гомели будзе падожжаны рух громадскаго транспорту по самых популярных накерунках. Жыхары гостя областного центра змогуть сустрэц свята и посля без проблем добраться до дому. До трех годин ранецы будут спрацевать троллейбусы по маршрутах номер 10 и 20. И до пяти годин – автобусы номер 1, 12, 18А и 20. Это самые распространённые маршруты, которые пользуются, скажем так, самой популярностью нашего населения. Хотелось бы отметить, что данные маршруты пересекают практически весь город и добраться из микрорайона в микрорайон, а тем более в центральную его часть, в центральной ёлке не составит труда. Сегодня протягнется святочный марафон у студии программы «Добрый вечер, Гомель». Телеглядачоу чекает сустрэча с организаторами проекта «Вёска бабки Ёшкіна» с упрацойниками Палаца культуры Белецки. У студии оживеца правдная каска. На уласной мятле на программу прилетять баба Яга со своими помощницами. У другой часцы программы разом со ознакомитым скульптором Тамарой Дмитриевой ведучая будуть ляпить з глины новогоднего анёла. Глядите «Добрый вечер, Гомель» сёня у 19.30 хвилин на телеканале «Беларусь4». Гомельский городский центр культуры на один день ператварылся у город Майстроу. Напереды дни Нового года тут прайшла выстава саморобных вырабов от клуба рамесников «Чароны» по дарунке. Новогодний кермаш гэта мавчымысь познайомит со створчастью таленавитых людей, які умеют робить неординарные речи своими руками. Борж як 70 майстро у Гомельской области представили своя аутарске вырабы, эксклюзивные цацки и упрыгожыванні, паштоки, штудзённики, предметы домашнего декору, мыла и свечки. На гэтым выпуск завершенный. У студии працывала Наталья Игнатенко. Усяго вам самого доброго и до новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин